Автоинспекторы Никита Фролов и Андрей Пустов первыми оказались на пожаре. Столб черного дыма они увидели, когда были на маршруте патрулирования. Сообщив о возгорании в дежурную часть и вызвав оперативные службы, инспекторы направились в частный сектор. Мы когда подъехали, здесь уже вовсю полыхала данная постройка. И была опасность того, что перекинется на это здание. С того дома вывели одного мужчину и как раз на данный дом перекинулся пожар. Потом начали будить соседей, разбудили, всех вывели, вызвали пожарную охрану. До приезда спасателей полицейские эвакуировали из соседних домов трех жильцов. Пенсионерка Татьяна Ивановна до сих пор не может отойти от шока. В момент, когда вовсю полыхал пожар, они с супругом крепко спали. Нас разбудила милиция полтретьего. Давайте выходите быстрее, вы горите. Ну мы вышли, вот пожар здесь был ужасный, конечно. Спасибо, конечно, вовремя разбудили, но все равно стресс ужасный, ужасный стресс. От очага возгорания до дома пенсионеров расстояние небольшое. Ночной пожар успел нанести урон и их имуществу. Сгорели деревянный забор и часть стены с крышей. Но все это, по словам жителей, восстановить можно. Помогут родственники. Главное то, что сами они остались целы и невредимы. Спасибо тебе, мой золотой, спасибо. Бдитель, вот вы бдительные, молодцы. Чуть позже к месту происшествия прибыл второй экипаж городской дорожно-патрульной службы. Инспекторы осуществляли контроль за безопасностью дорожного движения во время проведения пожарно-спасательных работ. В настоящее время руководством управления ВД России по городу Саратову решается вопрос о поощрении полицейских. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.